Традиция, которую удалось возобновить. 24 марта исполняется 5 лет современному комплексу ГТО. Советскую физкультурно-спортивную традицию вернул своим указом президент в 2014 году. С тех пор 9,5 миллионов жителей Российской Федерации всех возрастов приняли участие в выполнении нормативов. На территории Ивановской области 29 центров тестирования. 12,5 тысяч участников уже стали обладателями знаков отличия. Для команды Антоновых эта традиция еще и семейная. Два года назад они включились в спортивное движение. Сейчас трое из четырех членов семьи уже получили заветные значки. Я, Юля и папа сдали в 2017 году. Сейчас Юля перешла в следующую ступень, как раз сдает вторую ступень ГТО. В декабре мы выступали в фестивале муниципальном ГТО всей семьей. Заняли там призовое место. Юля у нас получила диплом как победитель и самый спортивный ребенок. Юля всего 9 лет. Она занимается в секции спортивного ориентирования. А теперь еще и готовит к выполнению нормативов ГТО четырехлетнего братишку. На лыжах мы вместе катались. Кувырки его учила делать недавно. Ты его тренер? Да. Бегать он тоже быстро очень бегает. По правилам сдать нормы ГТО можно с шести лет. Но сидеть в ожидании на скамье запасных маленькому Александру неинтересно. Он вовсю занимается и с радостью участвует во всех фестивалях ГТО со своими спортивными родителями. Вот видно, он играет в футбол, гоняет мяч. Мальчик очень активный. ГТО, уверена Антоновы, это не просто возможность быть в форме и перевивать здоровый образ жизни подрастающим поколениям. Это еще и постоянное движение вперед. В зависимости от возраста и уровня подготовки всегда найдется ступенька, на которую еще нужно шагнуть. Следующая вершина, которую готовится штурмовать спортивная ячейка общества – Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд. На нем Антоновы представят наш регион уже через месяц, 30 апреля. Остается лишь восхититься их упорству и пожелать удачи. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.